Всем приветик! Сегодня будем ремонтировать мясорубку фирмы Белвар. Мясорубка Кем-36. Что случилось? Крутили мясо и в один момент было сильное жужжание. И вал перестал вращаться. Так, что случилось? Случилось то, что у нас полетела шестерень. Шестерня полетела. Вот она. Сразу покажу. Мы уже разобрали. Не было запчастей, но уже купили. А случилось то, что на валу заклинило пластик и перегнос пластика на вал пошел. И это от того нам сгрызло зубы в одном месте. Вот. Здесь нам сгрызло зубы. Вот. Вот так видно, как зубы сгрызло. Соответственно, с нами была куплена шестерня. Идентичная по диаметру, по высоте шестерень и по толщине. Все один в один. Все четненько. И отверстие, соответственно, не заплавленное. Вот. Для сравнения, что было с этим, что случилось с этим. О. Вот. Будем менять. Ставить вот это шестерень. Что хочу сказать по машинке. Машинка проходила более... Раз, два, три. Более пяти лет. Через нее прошло где-то... Четыре... Где-то шесть свинок на фарш. И вот только сейчас шестерня вылетела. Скажу, что запчасти на белорусскую машинку есть. Что на другие, не скажу, не искал. Но, скорее всего, труднее. Ну, поехали. Раздираем. Вот. У нас здесь на ножках. Вынимаю... О. Такие ножки. Под ножками находятся болты. Один болтик на пломбе. Ну, это нас меньше всего интересует. Потому что пломбе мы еще отодрали вчера. И вот, что мы имеем здесь. А имеем мы вот такую вещь. Тут находится наше сердце. Наш редуктор. Ну, и вот здесь привод. Привод. Щеточки все целые. Все отлично. Вон сейчас приблизим. Сможете увидеть по состоянию щеток. Коллектор не пострадал. Ничего. Идеально. Все идеально. Полетело только шестерня. Ну, что я могу? Я могу сказать, что я рекомендую этот тип. Машинок. Мне, по крайней мере, понравилось. И скрываем заднюю часть. Все четко, красиво и доступно к ремонту. Ничего заумного нету. Никаких защелок, никаких держателей. Все четко, быстро и практично. Крепежный элемент присутствует. Вот он. Мы сейчас его достанем. Вот так, чтобы вы видели. Достаем стопор. Вот такой стопор на валу. Достаем нашу шайбу. И на место той шестерни и шайбе ставим нашу шестерню. Немножко. О! Все четко, красиво. Ставим на место нашу шайбу. И это все. Опять же, уплотняем, вернее, не уплотняем, а стопорим нашим колечком. Все четко и красиво. Шайбу, скажу, сразу добавил я. До того шайбы там не было. Но это, соответственно, уберет угловое перемещение, если даже шайба, не шайба, а шестерню, внутри начнет точно так же, как эта, видите, разбиваться. Но один нюанс по этим машинкам. От долгого использования, время от времени, надо просто на вал капать масло. Или тупо снимать с топора и добавлять смазочку. И тогда у вас они будут ходить вечно. Ну, в принципе, все отлично. Все крутится, рассказываний никаких нет. Собираем на место. И готово. И запустим, чтобы я услышал ее шумность. Ну, приблизительно так. Всем удачных ремонтов, всем спасибо, всем пока. Подписываемся, ставим лайки. Субтитры сделал DimaTorzok